всем привет да мы ходили в детскую поликлинику на прием педиатру в общем нас в школе направил доктор или медсестра кто там них в общем после того как школе дали невкусные пельмени вася несколько дней жалуются что не животик поболевает и дошло до того что ее учительница отвела медпункт и помните дали справку и вернее направление педиатру вот мы сейчас ходили на прием очень нам педиатр дала справку о том что школу посещать можем так как у нас скорее всего функциональная расстройства желудка потому что признаков там отравления или чего-то у нас нет все остальное нас норме но дали кучу анализов и назначили всю школу пропускать не будем но анализы все сдадим вот и с едой нам порекомендовали не кушать в школьной столовой вот так кормит наших детей что даже педиатры советуют не пользоваться общепитом в общем сейчас выговариваю васю что это будет нормально что будет она в контейнере свою еду носить а вдруг надо мной будут смеяться вливать твоя еда будет вкуснее кто будет над тобой смеяться ну васюш кто над тобой смеяться вот как это вас примут егор со снежей я пока не знаю да вчера у нас еще какая вчера у нас целая истерика была у егора что вася сегодня идет в больницу но почему почему только вася в больницу у меня может быть тоже живой болит то есть для него вот то что василиса направили в больницу это даже не то что у вас и что-то болит а то что его то не направили чем вот так вот он и снежана кстати надулась что ее тоже не направили в общем вот надо наверное немножечко отходить от того что мы стараемся им все поровну делить я уже вот пытаюсь например даже с печеньем раньше я им продавала порциями потом стала давать вазочку и вот один раз когда они у меня разобрались я это снимала тоже у нас есть такой ролик я эту вазочку у них отобрала и сказал все не умеете дружно жить значит печенье не получаете на обед и мне написали ой да что вы да проще надо было его отдать все поровну да проще мы так и делали но я хочу чтобы они научились жить дружно скажем так делиться друг с другом вот такие у меня мысли по поводу того как подружить ну вот если отдельно то егор дружится с василисой снежана дружится с василисой если василиса рядом нет то егор со снежаной тоже хорошо играет не дерутся они но когда они втроем у них вот что-то происходит и начинается в общем как третий лишний наверное да так и получается не зря же говорят что третий лишний так и получается что у вас мусорка кто-то собрал ветки но вот увезти их не идем и пешком чтобы прогуляться тут наверное километра три до дома у нас от больницы мы на сайте посмотрели что она работает 9 да вот зашли еще раз на сайт а нам оказывается написано что данная страница не является официальным сайтом поликлиники поискали официального сайта них нет федеральный закон это думаю что их обязывает вести такой сайт вот потому что врачам у нас запись именно на этом сайте идет я не знаю короче если идет какая-то перестановка вот поменялся режим работы мы об этом не знали мы приперлись без пятнадцати девять мы сидели час и пятнадцать минут просто так я уж там чуть не уснула василиса все за малышами наблюдал да василис делила вася внимание постукала и я не знаю как ее зовут как ее зовут от вас потому что мама все за ней а под конец вообще с матюками я же это в шоке было думаю блин девчонки ну держите язык за зубами то что уж такое я понимаю что ну да устаём мы с детьми каждый день это одно и то же это выводит из себя но на людях то ну ну держите языки за зубами девочки уже девочки все мы выключаемся одной рукой неудобно вот дороги наши снимаю красота у нас красота кто там показывал дорогу единственную у нас дорог много но все в таком вот ключе я не знаю выложу я троллик или не выложу я подумаю ну может быть и выложу в общем у нас сегодня егор с подачи егора василиса осталась голодная так как я ей давала с собой пюрешку фруктовую фрукта няню и бутерброд с сыром бутерброд сыром она съела а пюрешку она так и не решилась открыть потому что егор за столом начал хихикать и говорить посмотрите все у василисы огуша она маленькая ей как ребеночку дали огушу и василиса застеснялась закрыла свой контейнер и в общем учительница когда подошла уже был конец перемены в общем так получилось что вася у меня сегодня не позавтракал в школе на каш не голодная они перед школой ели но сам факт того что он начал просто-напросто издеваться на василиса и смеяться над ней вот и сейчас дорога я им стал хорошо от василиса посмеялся мы над тобой будет рассмеяться вот только что-то сделаешь но всю дорогу но и не пойду я домой но и не хочу я и перед крыльцом встал говорит и пойду никуда и воды не ходи 2 этого каш прикрыли но не заперли прикрыли он стоял на крыльце пока я вот тут перемыла обувь на сегодня кстати не холодно обувь я перемыла думаю пойду за ним его ботинки мыть надо выхожу братцы мои он у меня весь мокрый я не знаю как он туда свалился у нас там стоит корыто такое бетон в нем замешивали она литров наверное на 20 это корыто сейчас в нем вода и я в нем иногда споласкиваю резиновые сапоги чтобы домой грязь не тащить в общем вот он сейчас сидит у меня на лестнице пока я тут с вами разговаривают он мокрый он в это корыто свалился как ты в него упал егор запнулся как ты запнулся ты же стоял около на крыльце стоял ну посмотри на меня егор в общем он весь насквозь плюс еще там вода то все-таки землей потому что я не один день там эти резиновые споласкиваю короче маме стирка очередная испытание для новой стиральной машины давай снимаешь из себя мокрые быстренько в сухое переодеваться а то опять напишет вот бросайте свой телефон и переодевайте ребенка сухое так сейчас и сделаем ничего раздевайся давай егор и трусы мокрые нет нету трусов ну ладно значит не совсем еще вы беда беда вот так вот за егор василис сегодня мне не покушал застеснялась вот откуда в нем такая вот эта жестокость я не знаю одинаково объясняю что нельзя ни над кем смеяться мало ли у кого что не получается не нужно так делать но к слову сказать снежа на себя тоже так ведет вот если им дать волю они как сейчас говорят зачморят они это вот именно те представители толпы которые и запинают и заклюют уж извините я выражусь да и засекают и заморозят в общем вот представители как мне их переделать немножко я не знаю это видимо им в бита было еще с кровью что ли с молоком со смесью который в кормили я не знаю ко мне то они попали уже наверно с характерами которые сформированы все говорят что до двух лет характер уже формируется у ребенка полностью практически они там не попали им уже было больше и гору было три с половиной снижание было два с половиной такие вот я не скажу что он какой-то злобный нет он не злобный ну что-то у него происходит такое он с утра еще у нас почернел от зависти что ему придется сегодня завтракать а василисе вот положили сухой паек все снял носки и на всего на этом егор джинсы тоже снимает джинсы у тебя смотри все в земле грязные вы чё ты хнычешь кто виноват толкал тебя кто-то в это корыто нет а чё ж ты в него как ты там запнулся за что его его за что заткнулся то скажи мне не знаю это очень пытать его бесполезно ладно зайцы